Hello people, let's go, все к телекам, будем вспоминать, что было в прошлой серии Киев днем и ночью. Помните, да, как Наташа переспала с Богданом, а Вика их чуть не застукала? Ку-ку, ехтось! Так вот, Вика устроила Наташе испытания на выживание. Ты якшо не вмеешь, не берись. Но Наташа мастерски выкрутилась и сгладила конфликт. Вик, я тебе хочу сказать, что у меня с Богданом вообще ничего не было. И он мне нафиг вообще не нужен. Для тебя Богдана не существует. Ты це поняла? Да вообще не вопрос, Окусь. Маруся решила всех помирить и пригласила в боулинг. Давай! Но Петр испортил вечерину, сообщив Вите о том, что у Таси замуты с учителем. Если ты считаешь, что это нормально, когда наша дочь какие-то шашни заводит с учителем, то извини меня, я так нифига вообще не считаю. Вить! Пока Витя устраивал вырванные годы Яков Леонидовичу, Маруся услышала то, что так хотела услышать. Мам, я понимаю, что квартира это очень важно. Безусловно. Девочки снова по скандалю. Я сказала, стойте себе руки! И сюда! К Оксане приехала мама, она оказалась сюрпризом для Паши. Это моя мама, Татьяна Александриевна. Здравствуйте, очень приятно. А сюрпризом для мамы стала новость о свадьбе ребят. Просто вам, да, лично хотели сказать. Ой, Господи. Помните, да, Альбина уже была на свидании с Ваней. Так вот, видимо, еще под действием тех самых пироженок она чуть не отдалась ему в фургончике. Но Ксюха с мамой все им наломали. Ой, мою душечку, Дуся! Бодя весь в разрулах своих финансовых проблем, но жизнь предоставила ему выбор – честь или фотостудия. Боди, соединяйся. Будем договориться. Санек долганул Боди баблишко и спас его честь, а заодно и фотостудию Кори. Я в такие игры не играю, извините. Ах да, наш влюбленный Ромео познакомил ребят с Улей и провел с ней раз прекраснейшую ночь, декорируя фургончик Ксюхи. Ребята, но главная эта новость в том, что Артурчик чуть не грабанул ребят. Вот это собрался, б***ь. В ремонт хотел отнести. В б***ь. Бодя выдвинул Алену ультиматум. Еще раз. Я тебя с ним увижу, и нахер из этой квартиры пойдешь. Аленка, конечно, укатила к Артурчику, вот только он ее вообще не ждал. To be continue прямо сейчас. Большой город, в котором с собой взорвом. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью, Киев днем и ночью. Большой город, в котором с собой взорвом. Это Киев. Большой город, который стал неотъемлемой частью нашей счастливой жизни. Город-друг, город-компаньон, город-советчик. Город, который никогда не предает. Ведь, как бы это грустно ни звучало, предательство – это чисто человеческая фишка. Но именно сейчас Витя, похоже, не собирается предавать свои странные принципы. Да сейчас, блядь, сейчас открою. Я ее, сука, убью сейчас. Я ему, блядь, оторву, я его, блядь, вот эти уши, блядь, и вставлю ему в жопу. Что, сука, излечит? Блядь, сука, где моя дочь? Где моя дочь, я тебя спрашиваю? Кто? Стария Андрушенко, где? Да нету здесь никого, блядь. Я этого урода сейчас убью. О, сука, моя дочь страхает, блядь. Я его, блядь, ну, блядь, я его, короче. Ну, такое, можно и без короче. Чет Витек слишком буквально воспринимает из речения Маркса, воспитатель сам должен быть воспитанным. Даже апгрейдил, ведь Карл ничего не упоминал об обысках. Свою, блядь, никого ты не понимаешь или что? Ты дочь мою трахаешь, да? Да никого не трахаю, блядь. Послушай, это какая-то ошибка, понимаешь или нет? Я нормальный человек. Я учитель, заслуженный учитель годом. Я со всеми своими учениками дружу, нормально общаюсь. Родители все благодарны. Никаких претензий, этот дебил с чего-то взял, что я кого-то там где-то что-то, кого-то трогал. Была пьяная, да, приходила. Я просто позвонил, родители мне ее забрали. Ничего не было. Все, успокоились. Окей, ребят, мы ничего не упустим, если я расскажу вам один анекдотец. Две мухи прогуливаясь по лысине. А помнишь, как мы раньше здесь в прятки играли? На, приложи, поможет. Ты там это, не серчай, если что. Хорошо. Ни за что, ни про что получил, отхватил, поэтому, ладно, пускай уж. Умазал я ему, хорошо. Но ничего, куриный окорочок заморозит синячок. А вот Алена сейчас похлаждает свои модельные окорочки на бетонных ступеньках напротив двери своего возлюбленного Артура. О, а это кто такая? Артур, это как понимать? О, Арчи, ситуевина патова. Я тебе звоню на стучу, ты все это время дома находился? Это ты кто такая? Мама Артеки не размыскает. Держи, ты размыскаешь руки. Моя сестра, сестра моя. Сестра? Да. Алло. Это точно? Разрешите, пожалуйста, синий квартир. Вообще, все видел, но такого, честное слово, не встречал. Артура, конечно, еще тот чушимол, чушимолович. Вы же помните эти не по-братски теплые беседы? Аня, если, конечно, тебя так зовут. Что, реально так по-тупому проморозите малую? Сестра? Да, моя сестра. Да. Я сам, по-моему, поверил, что у меня сестра, близняшка, появилась. Мастерство не пропьешь. Помочь надо было, семейные дела. Сама понимаешь. Девушка, извините, я, я серьезно, я вообще не такая. Я ничего. Я спокойная, просто, ну, фу, ну, блин, у меня так стыдно. Я какая-то дикая становлюсь последние дни, но неуменяемая. Давай, девочка. Давай, пока. Ну да, от сестры даже не веет, а ураганит похотью. Девушка, я очень извиняюсь. Аня, да? Аня? Артур, ну, извини. Что случилось? Да я с Богданом поругалась. Пх, еще хорошо. Заходи, заходи. Сильно поругались. Ничего страшного. Взывайся. Нет, таких доверчивых поколений у меня еще не было. Ну, правда. Ну, как поверить в эту херню? Такое. И вообще, нашел чем хвастаться. Не по-пацански как-то. Ладушки. Народ, предлагаю сменить пластинку и насладиться новыми эмоциями, которые уготовил нам новый день в большом городе. Предлагаю наведаться сходу в квартиру к ребятам. За моей харизмой, и за моей, я не знаю, какой-то такой изюминке, меня взяли в пятнадцатку. Доброе утро. Доброе утро. Что с таким увлеченным лицом смотрят? Нет, нет, нет. Ну, я разумею. Хорошо. Боня, мой слух мне не изменяет. Это же, это же сами супермодельники. Это новый выпуск? Можно я посмотрю, ладно? Конечно, можно. Это интересно. Мне интересно. Мне тоже, я очень люблю это шоу. Просто очень. Ну, я не зашел, смотрю. Няшники стесняшники. Боденька, милок. Что, за море страдал внезапно? Вот мы буквально там день не общались, а мне уже не хватает ее. Я скучаю. Я хочу узнать о ней больше. О, батенька. Как говорят врачи, да у вас, голубчик, а нам НЕС на лице написано. Переизбыток втюрительных гормонов. Александр, коллега, что скажете? Я понял, что ты смотрит. Я не знаю, что это на Жмеринке. Вот это ты сейчас так выкручиваешься, да? Что тут еще? Главное, не откуда человека, а какой человек. Как какой, конечно. Ну, типа, известные жмеринские леса, туда очень классные люди. Причем здесь все это, Саша? Да может, ты ее вот проект сделал из нее, вот такую фигу. Она и была такой классный. Конечно, в Жмеринке все такие. В городке мест. Я не знаю, какие в Жмеринке нет, но она реально классная. При всей своей простоте она очень глубокий человек. Очень чувственный и душевный. Вот. Я, ну, типа, в натуре так зацепилась. Ну, в натуре. Иди, пиво, шай на свидание. Потом, види в ЗАГС, потом воспитывай. Там уже одно свидание, но в этом же вообще ничего страшного нет. Вот, смотри, хорошо, ты там, типа, якобы, больная птица траляй. Я тоже был такой. Я тоже любил распорхнуть крылья. Сейчас все, вот, есть девушка. И каждое утро с улыбкой просыпаюсь. Ну, реально круто. Я за свободные отношения. За секс без обязательств. Но в то же время я понимаю, что с этим человеком я не могу находиться рядом в ней отношения. Мужик, одно свидание. Ну, не зайдет, так не зайдет. Че ты это? Ну, ну, все-таки свидание это нельзя, кстати. Я наполнил твое сердце любовью. Наполнил. И я аж кушать перехотел. Живем один раз, и чего сидеть страдать перед ноутбуком, если ты хочешь увидеть человека? Нужно просто нажать, и все. И будь, что будет. Слышишь ты, говно, где мои деньги? Да. Да ты мне не так, и ты бабки когда мне вернешь, придура? Да. Ребят, если кто не в теме, они – это те два стрёмных пацака, которым Артурчик висит капуль. И которые уже ему очень доходчиво напоминали об этом. Слушай, что? Я даю тебе неделю, чтобы бабки были. Арчи, а тут слабо сеструха отмазаться? У меня... У меня сестру просто проблемы сейчас. О, дает. Я вообще-то пошутил. Она у меня помощи, там тоже с ними землями. Я порешаю, и сразу она вам займа. Слышишь, закрой пасть свою, не даю мне здесь на жалость. У тебя сегодня у сестры проблемы, завтра у тебя собака сдохла. Каждый раз, блядь, одно и то же. Где хочешь, там и ищи. Меня не волнует, ты понял меня? Сегодня перезайму денег у друзей и отдам. Валить некуда. Ты же так, блядь, вы нашли. А что? Что с сестру? Не важно. Как? Важно то, что, ну да, денег сегодня отдать. Или найдут и убьют. Убьют. Я просто понимаю, что мы сейчас в жопе. И, блин, у него никого нет, кроме меня. Я единственный близкий человек. Мы в жопе. Ну, как бы да. Но, Ален, тебя никто насильно не тянул на эти именины мягкого места. Ребят, не знаю, это, видать, семейное. Бодя, как вы заметили, тоже знатный факапщик. Надеюсь, может, хоть в этот раз наконец-то получится что-то дельное из его затеи. Да, Вагдан. Алло, привет, Вик. Привет. Слушай, ты не хочешь встретиться, ну, там, не знаю, погулять, может, кофе зайти куда-нибудь выпить? Типа свидание? Ну, не знаю, можно и так сказать. Ладно, Вагдан, я люблю шампанское и тюльпаны. Хорошо. Давай, до встречи. Хорошо, давай. Шампанское и тюльпаны. Так что там, Ромео? Блин, я рад, Вика согласилась. Будет, Илья. Нет, серьезно, рад очень, вообще прям как ребенок рад. Несмотря на то, что я довольно уверен в себя с девушками, чувствую. Вот, конкретно с ней я чувствую себя как-то вот мальчиком. Ну, не знаю. Не знаю, чем ты помочь. Скажи, просто я сейчас ломаю голову, я не знаю, чем помочь. Да еще. Я, мам, не приложу, откуда взять девять? Я тоже не знаю. Ну, просто я уже все варианты прикинула. Я тоже не знаю. А у тебя точно все там, что с тобой знакомо? Я спрашивал у всех постоянно. У всех. У кого нет? Нету, 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 извини, нету. Пока нет, трубку не берут. Я не знаю. А сумма? Ну, хотя бы сумма. Ты мог мне сказать, на сколько рассчитывать? Я не знаю, примерно. Десять тысяч рублей. Десять тысяч. Зайчик, ну, мы что-нибудь придумаем. Послушай, ну, у меня с моими сейчас отношения не очень, но есть Саня. У меня с ним неплохо отношения. Вот, и... Можешь у него воззнать? Ну, я позвоню, я спрошу. Он, кстати, мне еще за разы за матрас должен. Так что, по-любому, мы что-нибудь придумаем. Ну, смотри. Ну, что вы, да, ну. Ну, покажи руки. Ну, все хорошо. Алена ради меня готова на все. Тупо на все. Ну, насколько я вижу. Пусть найдет деньги. Слушай, я и тупо не знаю, где их искать. О, чувачок, так нагло юзать даже нелюбимую девушку, по крайней мере, подло. Малая же ведется. Я найду эти деньги. Я все, что угодно сделаю для любимого человека. Я люблю Артура. Ох, Алена еще до конца не выкупает, что в этой сказке, походу, нет хэппи-энда. Кстати, о хэппи-эндах. Закончились труды над Ксюхиным фургончиком. Так что народ, айда, принимать работу. Готова уже. Велкам. Ничего себе. Блин. Ого. Ты нравится? Ксюша. Он очень, очень классный. Он нам нравится. Он абсолютно готов. Абсолютно. Правда, нравится? Ксюша. Это даже выше, чем я хотела. Очень круто. Очень. Боже, у меня даже слов нет. Спасибо большое. Ксюнь, смотри. Мы взяли на себя вдвоем смелость и придумали название. Кстати, народ, как всегда, жду ваши мыслишки по поводу названия фургончика и вообще психные идеи в целом у нас на страничке. Ну, вот это все, это заслуга Ульяны. Так, ну что? А мы готовы стартовать, да? Да! Ох, ребятушки. Признаюсь, у меня тоже чувства переполняют. Вот не зря столько траблов и испытаний пережила. А, Ксюш? Вот не зря, да, наверное, не зря я плакала, не зря я страдала. Вот сейчас все будет хорошо. У меня есть мое любимое дело. У меня есть моя маленькая часть. Я не знаю, у меня сегодня, наверное, день рождения. Или, или день рождения. Жизнь налаживается! Новая работа, новые знакомства. Супер! Ребят, слушайте, а давайте так. Заверемся сегодня вечером. Красивое, нарядное. Я возьму свой старый бус. Прицепим этот фургон. Сядем в него. И будем по городу кататься, пить шампанское, празднуваться и веселиться. Ура! 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 Спасибо вам большое. Ну, у меня бы без вас ничего не получилось. Наконец-то мы это сделали. Спасибо! Ура! Ура! Ребятки, ловите немного ванильных мыслышек вам в эфир. Ведь как здорово чувствовать себя счастливыми. Как говорит Ксюха, тысячу темиков вам ждут. Спасибо, Лена! Спасибо, Лена! Опа! О, где бутылочки? Спасибо. О, где бутылочки! Я же проверю, что вот мы говорим. Опа! 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 Да, приятно. Саша, привет. Отложи, пожалуйста, ваше письмо. Сегодня твой день. Да, я могу тебе скинуть эту денежку. Только на карточку? Да. И с возвратом. Вы гляньте, даже Санек сама щедрость. Спасибо большое. Все, давай, пока. Здрасте. Вызывали? Здравствуй. Да, вызывал. Спасибо, что пришла. А что это такое у вас, Сеня? Так, вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. О чем именно? Она с тобой. А нас? Да, вот о нас. Потому что вот этот Сеняк поставил твой папа. Понятно. Жарко что-то тут, вас, я тут растягнусь, ничего. Да, у нас жарко. Слушай, давай, я хотел с тобой серьезно поговорить. Серьезно? Да. Ага, об отце, да? Вы мне ничего нового о нем не сказали. Я конфетку вкусу, я могу... Опа, китай, расстегнутые пуговицы, леденец-лизунец. Кто-то явно перечитался на Бокова. Давай, наш разговор будет серьезным и содержательным. Ага. Ага. Что? Я не могу так. Что такое? Ну я голодна, честно, я встаю. Простите. Послушай. Угу. Ты моя ученица. Я твой учитель. Между нами ничего не было и не может быть, понимаешь? Секси. И давай ты будешь вести себя правильно, у меня не будет больше вот таких вот проблем. Понимаешь? Хорошо. Еще что-то? Нет. Пожалуй... Пожалуй, все. Давай поговорим в следующий раз как-то. Ммм, хорошо. Ну я пойду тогда, да? Да, да. До свидания. Я вижу, что он, ну, неравнодушен ко мне. Ну, действительно, он, ну, воспринимает меня уже, я думаю, что он воспринимает меня не как уже ученицу, а как, может, девушку и смотрит на меня как на девушку. Майкл Джексон у меня в печени. Яков Леонидович, вы же историк. И не понаслышке, знаете, чем заканчиваются подобные шалости. Народ, вот честное слово, даже думать в этом ключе не хочу. Давайте лучше перенесемся в свадебный салон, ибо, как вы помните, у Ксюхи с Пашей скоро свадьба. А главного атрибута невесты платья еще пока нет. Ты все? Да, да. Смотри. О, вот это то, что надо было. Вот СБРМ. СБРМ, СБРМ, СБРМ. Надо брать, сто процентов. Надо брать. Как тебе? Тебе нравится? Тоже красиво. А вот подожди. Пышно. Да, оно даже здесь, видишь, село классно. Не, ну че, мне прям очень нравится. Ребят, вы че скажете? Как говорится, брать или еще что-то поискать? Ну, как всегда, алгоритм неизменный. Наша официальная страница. Ваши комменты. И там женичка. Берем, 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 берем. А ну, а ну, повернись на меня. А ну, хоть посмотрю, что там происходит, там впереди. Это мне красивое все. Воу, воу, я, конечно, скажем так, как из гороскопа, суеверный, когда мне это выгодно. Ну, что такое платье? Ну, что такое платье? Ну, типа можно, ну, невесту, плачь, цепана примета. Я понимаю, что платье? Так, платье. Не знаю, я плачу. Я прошу, не просторил. Они кажут, что нельзя, но нельзя. Ну, с этими забубонами, с этими приметами, тонны можно, тонны взять, типа, ну, ну, это всего лишь платье, ну, ну, что здесь такого? Ну, Оксана, ну, честное слово, сколько можно? Ну, у меня уже достало это, ну, сколько можно ссорить? Кажется, что из-за того, что он увидел меня в платье, вот может что-то произойти плохое. Я не хочу говорить сейчас, просто уйди! Я понимаю, она волнуется, я тоже волнуюсь, но зачем же что-то постоянно ругаться? Так, все, девочки, успокоились. Без паники, все хорошо. Ну, солнышко, ну, Заненька, ну, успокойся, ну, чего ты? Ну, все хорошо. Ну, я тебя умоляю, ну, нашла из-за чего расстраиваться. Очень красивое платье, мы берем это платье, все. Весь этот свадебный психоз мне только на руку, Оксанкин. Поэтому, чем больше она ссорится с Пашей, здорово, тем ближе ко мне Паша. Ну, конечно, подружка-крысюшка тут как тут. Так, а ну, улыбнись мне, улыбнись, я хочу увидеть улыбку. Покажи мне улыбку. Так, все, собрались девочки без истерик. Сейчас я вызываю вам такси, ты едешь, собираешься, у тебя сегодня открытие, ты помнишь кондитерская твоя? Так что давай, ты должна быть у меня красивая, с улыбкой, с хорошим боевым настроением. Наташа права, я не могу быть растерянной, в панике. Ну, я такая на него зла просто. У меня хорошая душа. Сейчас, подожди, пожалуйста. Дай, смотри. Серый, я сейчас... Ты соскучился? Мы в туалет. Арчи, в самом деле, даже в делах ублажения надо знать меру. Все время альфонсничать, по крайней мере, подозрительно. Ага. Давай, давай, давай. Побежал? Забежите. Бежать. Ага. А сегодня вечером? Да. Романтический вечер. Обязательно. Что, придет? Конечно. Все, пока, спасибо. Ну, все, полминуты секса на десятку гривен. По-моему, хороший размер. Я немножко не поняла, что это было. А я говорил. Ну, вроде не так все должно быть. Или... Он просто спешил. Оксаночка, я тебе несу чайок. На, держи чайок. Успокоительный. На, пей чай. И давай, бежи, бежи, мирись до паши. Бежи, мирись до паши. Бо там прибежить Наташа та бігом... Мама, прилиза до него. Вот скажи мне, будь ласка, зараз, при чем тут Наташа? Вот при чем зараз тут Наташа? Ты сама знаешь, что Паша меня побачит в плате. И кто погана прикмета? Да я же тебе и скажу. А это тебе и неприятности будут. Это Наташа, а это уже неприятности. Что это? Ну, не серьезно. Мама приставила к этой Наташе. Ни Наташи сейчас дело. Просто ни в Наташи. Я тебе тоже прошу, будь ласка. Я знаю, что вона тебе не подобается. Я знаю, что вона тебе не подобается. Просто, просто я не хочу зараз про то говорити. Про Наташу, про Башу. Ну, делай, что хочешь. Как не меня не слушаешься. Вже матерь не нужна. Ну, ешка-дрожка. Просто тоньше надо эту змею вводить на чистую воду. Хочется, чтобы у дитинам не было никаких неприятностей та разочарованных никаких не было. А получается, что никто ничего не чует. Да, я чувствую сердцем, что что-то будет. Батюшки. Заходи. Блин, ну тебе так прикольно. Светло-светло, так знаешь. Да. Уютнее. Да. Альберт. Слушай, а что такое минимализм, идеальная чистота? Это что, как у тебя так получается? У меня пунктик на этом. Я люблю идеальную чистоту. Ну, как и у меня. Это же понятно. Просто енот, ты знаешь, он постоянно что-то там делает, поэтому этот бардак... Это же енот у тебя там не стирает месяцами твою постель, не заправляет ее. Конечно, это он виноват. Круто. Я зашел, у него это, получается, выглядит, знаешь, все стильненько, все модненько, классно, аккуратно. Аж самому как-то захотелось все у себя привести в такой же порядок ради нее. Это ты рисовала? Да. Круто. Правильно круто. Вроде. Да. А что только так много пространства для креатива оставила? Это место для мужчины моей мечты. Так, так, все, будем заполнять. Давай я помогу как раз, нарисуем. Нет, 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 Саша, я сама. Один отопректора? Нет, 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 я сама, сама. С чего, я сама? Сама. Ну, ты чего, я сама? Сама. Ну, Саша почему-то решил, что именно он должен быть рядом со мной на этой картине, но мое сердце еще не совсем свободное, мое сердце еще не совсем остыло от предыдущих отношений, и я еще не готова впускать как в свое сердце, так, наверное, и на холст кого-то другого или Сашу, наверное. А это печалька, ребят. Если Уля до сих пор тараканит по поводу старых отношений, чтобы они, не дай Боже, не выстрелили в самый неподходящий момент. Мне захотелось его отвлечь, и потом я ответила ему поцелуи. А весна пришла с кучей новостей, как я пропустил этот важный день. Дай тебе подышать, дай тебе посмотреть, пока не ушла. Санчо с брателлами, ну куда ты так летишь? Вот что делать, ребят? Ай, ладушки, давайте пока не кипишевать раньше времени. Уже вечереет, а это значит, правильно, в столице сегодня пати-тайм. Спасибо вам большое. Вот если бы не вы, у меня бы, наверное, ничего не получилось. Спасибо большое. Так, все, ребята, давайте, не будем сядь, едем дальше. Праздновать. Поехали, да, да. Я тебя съездил. Поехали, да, погнали. Паша, ты же стоишь. Нет, я не поеду с вами. А чего? У меня еще есть дела, я потом на спешток вам подъеду. Ну ладно тогда, давай. Пока. Это, конечно, все отлично, такое событие, да, я все понимаю, но я не собираюсь извиняться за то, что она мне устраивает такие сцены, ну, из-за ничего, ну, как бы. Ох, Пашко, хороший ты парень, но честное слово, ребят, зачем разводить эти хороводы одни, не пойму. Ну, не знаю, не едь тогда, хорошо. Это и как детский сад. Ну, хорошо, ты не извинился. Ну, ты же знаешь, как это для меня важно. Девочки, давайте. Давайте. Привет. Привет. Мам. Присажився. Я постараюсь гравитации в состоянии ее, время как вода. Просто знаючи Богдана, я не ожидала, что он действительно послухает меня, да, и, ну, просто, ну, меню дуже было приятно, правда. Простые вещи. Да, а что? Ребят, ну что? Давай, давай. Давай, давай, давай. О-о-о-о-о! Ура! Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Пойдем, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, нет. Ну что? Чтобы так сказать, сегодня можно. Надо. Поехать. 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 О, ребята, присоединяйтесь к нам. И с мужчиной. Здравствуйте, спасибо. О, смотрите, мы сегодня дегусирим, сегодня вот наши новые эко... Ура! Ее, за тебя! Да? На два слова, на два слова, на два слова. Можно тебя? А праздник получился реально крутой. Скажи? Слушай, а где Паша? Почему он не приехал? Альбина, я бы не хотела вот сейчас об этом говорить. Все окей? Окей, все окей. Да? Да. Ну тогда. На, ты моя хорошая. Алло. Алло, привет. Привет, это я. Да, привет, Наташа. Как? А ты приедешься? Куда, к вам? Да, нет, не приеду. У меня как-то настроения нет. Вы же там гуляете. Да, он лучше не видится, он лучше успокоится, он немножко побыть. Ну вот как раз это я и понимаю прекрасно. Поэтому я не хочу ехать. Слушай, может когда-нибудь поедем с ним, стресс? Ну? Ну а как же вечеринка ваша? Ну так я могу через пару часов подъехать. Ну, ну если через пару часов, давай. Ну так, супер, тогда до встречи. Да, отлично, до встречи. Пока. Пока. Ну вот и все. Золотой ключик уже в карманчике. Сейчас встречусь с Пашиком, там выпьем. А там, как пойдет дело. Не знаю, как там пойдет дело, но сам факт, что Натали встречается с Пашей в такой критичный для Ксюши с Пашей отношенческий момент, ну, как бы настораживает. Девочка, может, вы все-таки попробуйте один? О, вы гляньте, даже Анны Ли пришла на пати, несмотря на все разногласия и недопонимания, которые были у них с Оксаной. Вообще-то ты крем взбивала не лучше. Если ты забыла, то совсем недавно ты была на их месте, в моем подчинении. Но я так не позволяла себе с тобой разговаривать. А почему ты говоришь мне это сейчас и подрываешь мой авторитет? Вот правду говорят. Хочешь проверить человека, подари ему маленькую власть. На Ксюшу эта власть действует явно не в лучшую сторону. Ребят, согласитесь, молодцом. Ведь как там говорится, кто старое помянет, тому глаз долой. Ну и как тебе? Круто, очень круто, что у Николая была такая крутая идея. Да я не об этом. Как тебе воровать чужие идеи и чувствовать себя при этом спокойно? Что-что? Что за дикий гон? Да что ты? А вот эти все десерты, это не мои идеи? Ты просто подала это все под другим соусом. Я не поняла, Аннелит, ты пришла сюда извить, обвинять меня в чем-то. Почему ты сюда пришла? Вот скажи. Я не знаю, что там Аннелит себе придумала, думала, не знаю, рисовала, выпекала. Я ничего не воровала. Это моя идея, моя. Воу-воу, видать я погорячился по поводу примирения. Видать, какой-то черепь обиды все-таки прогрыз дыру в дружбе Аннелии и Оксаны. Я очень лишняя на этом празднике жизни. Девочка пошла по головам. Она использовала меня и нашу дружбу для того, чтобы добиться своей цели. Она поступила в этой ситуации как последняя с... Ты пришла ко мне на праздник, ко мне на праздник. Так я не понимаю, веди себя нормально. Будь нормальным человеком. Что это за претензии такие ко мне? Мало того, что ты меня обижаешь, то ты еще, не знаю, выставляешь себя полной дурой. Ксюха, ну успокойся, слушай. Ксюха, успокойся, Ксюха, не расстраивайся, идем сейчас праздновать. У нас все-таки такой повод сегодня. Николай правильно говорит. Идем, 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 идем. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Ура! Молодец. Все по пунктах, все заполнил. Только, чтобы с импровизировал, цены к тебе не было. Я решил не импровизировать. Чего? Ну, тебе обычно все не нравится, когда я импровизирую, поэтому решил наверняка. А ты рискну, я люблю смелых мужчин. Давай рискнем. Давай. Давай. Что за риск? Давай. Музыканты? Да. Это ты? Мистер, а вы, оказывается, неисправимый романтик. Рискнул, знаете. Ага. Вот мысль малейшая о Вике, и у меня уже горят глаза, у меня уже улыбка до ушей. Бахтар, и на первом свидании нацелу вас. Так у нас же не первая встреча. Ну... У нас же уже все было вроде. У нас было, а теперь мы начинаем замкнувать. Ага. Хорошо, я принимаю твои правила. Да? Да. Точно? Да. Да. Богдан просто открывается для меня совсем с другой стороны. Мне нравится эта сторона, в нем. Наверное, больше, чем вот так. И это однозначно ему плюс. И, как бы... Не знаю, но это что-то новое. Это какие-то новые почутки, и они мне очень нравятся. Какая песня. Классная. Нравится? Девушка нравится. Нравится. Да. Я думаю, что у нас отношения. Как бы начало нормальных человеческих отношений. Скажем так. Не хочу лезть вперед, и все такое. Ну, мне кажется, я влюбляюсь, что ли. Воу, народ. Водя влюбился. Фух. Аж не верится как-то. Кстати, Алена сейчас тоже недалеко убежала от своего, как казалось, чувственного братца. И готовит романтике для своей пассии Арчи. Только вот успешно ли? Я не знаю, где Артур. Я его звонила уже 3000 раз. А вдруг я сейчас спокойно здесь сижу, его уже убили. Ну, все может быть, конечно. Но зная Артура, не думаю. По-любасу бабосы появились, вот и кутит. Да. Алло, Магдан. Алёна, что там? Мне очень нужна твоя помощь. Артур пропал, я не знаю, что делать просто. Алёна, во-первых, успокойся. Я его жду, его давно нет. Успокойся, я тебе говорю, это раз. Второе, я сейчас занят, я не хочу говорить о твоем Артуре. Да какой занят? Такой занят, у меня свои дела есть. Я тебе сказал, возвращайся домой. Забей на своего Артура. Я тебя тысячу раз повторял. Я не буду помогать тебе с Артуром. Магдан опять за свою песню, тут дебиль. Магдан, я больше ему звонить ни в коем случае не буду. Если он даже в такой момент мне отказал. Такой оп! Как тут? Так. О, кто-то уже нафиячився внизу. А это значит, что на охоту выходит жирец любви «Пантера Альба». Сейчас, подержи. А ты куда? Не знаю. А можно я проводить в тюрьме, да тут он темно, я так живу, что... Тихо, тихо, тихо. Не падаем. Ну праздник вообще удался, да? Кажешь, и ха, не падай. Тихо, не падай. Ты правда не видел? Он вернулся такой молодец. Я не знаю, почему так Альбина со мной поступила. прекрасно видит выкупаясь как я к ней отношусь альбин ты нормальная вообще у меня девушка есть что ты делаешь пардон когда она меня поцеловал и просто извините конечно может нельзя так говорить его это просто было оттаз мягко выражает блины не в мантули джей ты в туалет шла уже не надо в туалет не хочу еще в туалет идти никуда не хочу ну все теперь понятно у него есть девушка вот чем меня морозило тихо-тихо-тихо туда-сюда тебе ага в смысле ага нет я до сабы ты до сабы то есть то есть решила скромница включить я не поданы на первое свидание что-то не позволяет но мне позволит тебе нет пока пока амары не только супермодель но и супер игрулька не позволяет ноги этот раунд выиграла она ты вот так просто так ты же не позволяешь лишнего мужчина на первом свидании почему-то думаешь ты более ну конечно я специально все делала хотя бы на его реакцию и конечно я знала что я упущу потому что мы классные пистели абсолютно знакомые полностью подходы и нам лететь в огонь и нам лететь в огонь ой вот на ой хе-хе-хе да ну ты конечно напилась а что нельзя что мужчина меня не клюет никому я не нравлюсь алкоголь хотя бы меня веселит хе-хе ой люби на что опять случилось что что с тобой хе-хе а ты ж не знала хе-хе хе-хе артём ваш этого механика вашего есть девушка альбин ты что на него клюнула хе-хе хе-хе ну альбин у него кроме бороды и больше ничего и нет ты что а вот тут ошибочка кроме бороды у него есть девушка а ой а ваня что девушка а ваня а боже я даже не видела а когда ваня ушел где он делся альбин ну конечно что не видела он ушел себе не знаю что ему веселиться ой 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 хе Ваня да боже это Ваня хе ну как и тяжело идти господи давай вот наша машина ваня карена для карен хе-хе давай сидись королева королевушки а можно музыку погромче чтоб ехать красиво не смотря на Пашу не смотря на Эннели у меня сегодня был очень очень хороший вечер все супер можно ехать домой можно теперь спать Арчи дружище ну что ж ты такой прогнозированный а? делая собираемся ребят хе ххе это как там не везет в картах повезет в любви народ эти романтические оправдания ни к чему не везет не играй комбат О, народ, Витька целый день не видел. Ты же сейчас, по-моему, пришел. Так, кто там ломится? А кто это? Витя. Он еще звонит, наяревает, блин. А что за хамство? Не знаю, я сейчас кому-то руки поотрываю. Дойду! Витя, ну, блин, ну, не заводись, на полусловие, но если люди ошиблись. Привет, Вить. Привет. Пойдем поговорим. А ты какого тут вообще? Ну, давай пообщаться с тобой. О чем? Заходи, Петр. Можешь, не хочу с тобой ничем общаться. Пошли, 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 пошли. Мне нужно очень важно с тобой поговорить. Маша, какого хера вообще ты сюда приперлась? Тебе, пожалуйста, скажи. Виктор, разговор серьезный. Угу. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Я сама серьезно. Здравствуй, Миша. Привет. Витя, смотри, тут такая ситуация. Вещи, которые я тебе скажу, я это говорю не просто так. Во-первых, ради Таи, твоей дочери. Во-вторых, потому что ты, на самом деле, не чужой человек. Да? Ну да, родственник. Значит так, Виктор, вот эта вот особа решила использовать тебя. Она тебя не то, что не любит. Во-вторых, вообще просто тупо тебя юзает ради квартиры. Твоей, пятикомнатной. Это факт. Вот это ход конем. Меня дочка волнует больше всего. Я прекрасно понимаю, что эта с*** сейчас захлобастает себе квартиру, и Тася останется одна без ничего. Ты все сказала? Да. Теперь ты собрала вещи, пошла на х***. Чего, не слышишь? Ты меня запарила уже своими интригами. Маша, сколько можно? Выметайся отсюда! Я из-за тебя вчера человека чуть не убил. Да ты, блядь, идиот. Я вчера слышала? Она сказала Маше, она по телефону ей говорила. Маша, меня твою вот эту историю тут уже, понимаешь? Послушай, ты идиот, ты слухой. Она вчера угадала своей матери по телефону, что она хочет тебя просто квартиру с тобой. И так я это слышала, понимаешь? Все, забралась, ушла. Ты же не слышишь меня, блядь. Пошла в обрацу, я сказала. Ты глупой. Слопат, блядь. Ну она себя, ну она просто себя повела, как малахольная дура. Прошу прощения, что это так, может, грубо звучит, но это было смешно. Когда она тебя боится, это пикинет. Забудь сюда, дорога. Тогда позвонишь еще, маше. А это, господа, история о мальчике, который кричал волке в жизни. Запарила. Она хочет войны, она будет меня унижать, бля, всем. Да я ей, блин, устрою, я это, сука, покажу. Ну, я понимаю, что она приходит сюда, потому что ее давит жаба, потому что я ушел к другой женщине, и это не может ее оставить в покое. Поэтому тягается сюда, просто-напросто. Ну, не нервничай. Ну, пожалуйста, все хорошо. Ну, все порядки. Ты куда в порядке? Я тебя люблю. Я увидела, насколько я ему дорога, как он обо мне заботится. Хотя слова «я тебя люблю» я говорю крайне редко в жизни. Я отношусь к ним очень осторожно. Но сейчас я это сделала вынуждена. Сегодня я услышал самое главное. Я услышал от Яны то, что она меня любит, а то, что мне Маша говорит, это вообще какой-то бред по сравнению с тем, что говорит Яна. Что, уже не шутишь? Кончились шутки? Да. Да? Да. Это у нас ему арест на голову. А ты что нашу? Да, шут какой тебе. Серьезно, мне кажется, это уже запасы. Почему мне скрыть эти запасы? Что, Андрея, насчет квартиры решили? Что решила? Будем продавать. Я не хочу вообще в этой квартире находиться больше. Но без вспоминания неприятные просто. Не хочу. Ну, а он где живет? А мне что? По-друге, какой-то я не знаю. Мне все равно. Главное, что ты рядом. Все остальное не важно. Мне с ним хорошо. И что не помню? Серьезно? Угу. Мы что, типа, у нас с тобой отношения? Типа отношения. Типа, мы встречаем? Типа, мы встречаем. На самом деле, когда Богдан предложил мне жить раз с ним, у меня такой легкий шок был. Потому что я, во-первых, я не ожидала. Я очень радовалась. Я старалась не показывать ему эмоционально. Но я дуже радовалась. Ну, мне будет ее мало, если она будет жить не рядом. Жизнь невозможно спрогнозировать. А счастливую и подавную. Иногда случаются ситуации, от которых мы просто не застрахованы. Это бывает, как говорится, редко, вдометка. Я уже... Ну, да. Ну, нет. Ну, бывает, мы сами себе придумываем проблемы там, где их можно было избежать. О, боже! Телки, ручка, на колене. В этом и суть игры. А иногда полезно просто взять тайм-аута в погоне за жизнью. Вот как в случае с Альбиной. Поверьте, найдется тот, кто будет любить вас не за фигуру и внешность, а за ваши милые щечки и чудный характер. Но когда мы оказываемся в одиночестве из-за своих убеждений, в воздухе повисает предательское спокойствие. И знаете, тут главное не расслабляться, ведь свято место пусто не бывает. Я вечно буду любить тебя. Я обычно столько любью. О, еще страшно. Я сейчас покажу. Возьми, закуси. Давай, закуси. Идем. Идем со мной. А я хочу докусить. Идем. Идем. Идем.